Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. И пока тебя отвлекают одной громкой новостью за другой, будь то война Израиля и Хамаса, Россия или Украины, трагедия OpenAI и сама Альтмина, атака на Бинанс, уход Сизет, потенциальный запрет USDT в США, победа про-биткоинера на президентских выборах в Аргентине и так далее, за кулисами происходит кое-что, о чем тебе стоит знать. Одна большая новость следует за другой. По неволе задаешься вопросом, а когда еще такое случалось? Ведь если вернуться к 2018-2019, мы бы услышали одну историю подобного масштаба один раз в год. Но в этом году это происходит каждую вторую неделю, если не чаще. Закономерно возникает вопрос, а не является ли это массовым отвлечением внимания? Не происходит ли за кулисами что-то гораздо, гораздо более значительное, что-то, что будет медленно реализовываться в нашу жизнь и в итоге полностью ее изменит? И более того, мы будем этому рады. Я думаю, что да, это происходит. В этом видео я расскажу тебе об этом. Я собираюсь поделиться с тобой тем, что я узнал о цифровой валюте Центрального банка, о некоторых из масштабных достижений на этом направлении и о том, как быстро все это происходит. Есть 130 стран, которые представляют 98% мирового ВВП. И сейчас они изучают или уже разрабатывают цифровую валюту Центрального банка. Подумай об этом, 98% мирового ВВП. И это только начало. Посмотри, что делает Центральный банк Нидерландов, что происходит в Аргентине, в Америке, в Казахстане, Украине, России и других странах. После этого видео для тебя все станет предельно ясно. Поэтому, пожалуйста, нажми кнопку «Мне нравится», поделись этим контентом, чтобы просветить больше людей о том, что происходит на самом деле. Банков Америка 6 дней назад выступил с заявлением и сказал, что цифровая валюта Центрального банка в ближайшей перспективе маловероятна. Что такое ближайшая перспектива? Два года, три года, пять лет. Потому что в марте 2024, до которого осталось примерно шесть или семь месяцев, как раз будет отмечаться четырехлетний юбилей с момента начала всего этого цифрового безумия. Так что еще три года или даже пять лет от сегодня, это не так уж и много и прилетят они быстро. Далее, в этом докладе говорится о том, что ФРС США говорит, что цифровая валюта Центрального банка не будет выпущена без поддержки Конгресса США. Цифровые валюты Центральных банков появятся, но цифровой доллар в ближайшем будущем маловероятен, говорится в отчете Bank of America, опубликованном в понедельник. Центральные банки, которые представляют 67% стран мира и 98% мирового ВВП, работают в направлении цифровых валют. Причем 33% из них находятся на продвинутой стадии. ЦВЦБ – это цифровая валюта, которая выпускается правительством и, как правило, представляет собой токенизированную форму фиатной валюты страны. ФРС США продолжает тестировать цифровую валюту, но не будет выпускать ее без поддержки исполнительной власти и Конгресса. Преимущества и риски ЦВЦБ зависят от дизайна и подхода к эмиссии. Здесь очень важно отметить слово «дизайн», потому что они могут спроектировать его так, что он будет делать все, что они захотят. Например, можно сократить потребление мяса с помощью ЦВЦБ, можно сократить авиаперевозки, можно сократить закупки бензина, сократить финансирование предприятий, которые производят большие выбросы углекислого газа и так далее. В дизайн ЦВЦБ могут интегрировать кучу различных инструментов и механизмов. Далее в отчете. Мы ожидаем, что ЦВЦБ обеспечат более эффективную и менее затратную платежную систему для трансграничных и внутренних платежей. ЦВЦБ станут инструментом реализации денежной и кредитной политики и повышения уровня финансовой доступности. А вот что говорит эта женщина, директор-распорядитель Международного валютного фонда. Она говорит, сейчас не время поворачивать назад. «Государственному и публичному секторам следует продолжать готовиться к запуску цифровых валют в центральных банках, а также соответствующей платежной инфраструктуры в будущем». Она даже упомянула речь своего предшественника из 2018 года, когда он призвал политиков следовать за ветром перемен и изучать возможности использования ЦВЦБ. С тех пор прошло 4 года, давай разберемся, что происходит сегодня. Во-первых, страны действительно следуют за ветром перемен. Многие из них инвестируют в ЦВЦБ и разрабатывают нормативные акты, которые регулируют развитие цифровых денег. В среду Международный валютный фонд выпустил руководство для ЦВЦБ. Это справочное пособие для политиков по всему миру. По словам директора МВФ, многие страны уже инвестируют в ЦВЦБ, платформы цифровых денег и их регулирование. Но что же будет дальше? Все больше и больше стран будут осознавать, что ближайшие пара лет будут очень инфляционными. Снова будет напечатано множество денег. Стоимость доллара США и других национальных валют будет падать. И люди будут требовать государственной помощи. И именно это станет идеальным моментом для того, чтобы сказать, «Эй, мы можем помочь вам!» Вот решение ваших проблем. Цифровая валюта Центрального банка. И люди будут аплодировать. Если посмотреть на то, что делает голландский Центральный банк, они прямым текстом заявляют, что готовы к новому золотому стандарту. Что делает Китай? Он тоннами закупает золото. Что делает Индия? Посмотри на все эти страны. Они накапливают тонны и тонны золота, особенно за последние два года. Почему они это делают? Центральный банк Нидерландов в недавнем интервью признал, что готов к новому золотому стандарту. Банк сообщил, что он сравнивает свои золотые резервы по отношению к ВВП с другими странами еврозоны и за пределами Европы. По мнению Центробанка, в случае финансового кризиса цена на золото взлетит до небес. А официальные золотые резервы могут быть использованы для поддержки нового международного золотого стандарта. Все может быть, но надо реально смотреть на вещи, что на самом деле произойдет здесь. Я думаю, что мы увидим целую цепочку событий, которые будут спрятаны за громкими новостями и заголовками. Вот этот джентльмен, рок-звезда политики, Хавьер, стал новым президентом Аргентины. И он вроде как пошел против этого тренда. Он говорит, что они хотят избавиться от центральных банков и заботиться о народе. Также он поддерживает биткоин. И к нему даже едет делегация из Сальвадора поделиться опытом внедрения биткоин-стандарта в стране. Ты должен спросить, а действительно ли это произойдет? Станет ли он тем, кто придет и спасет положение? Возможно. Все любят надеяться, что найдется кто-то, кто спасет всех. Но я верю больше в то, что будет больше лжепророков, которые будут утверждать, что они рядом с людьми. Но на самом деле нет. Хотя, возможно, Хавьер действительно хороший парень. Мы этого пока не знаем, но когда мы смотрим на все эти разработки ЦВЦБ и стремительные достижения в этом направлении, мы должны задаться вопросом, а как это отразится на нас? Как это отразится на потоке капитала? Я считаю, что по мере того, как центральные банковские цифровые валюты начнут запускаться повсеместно, произойдет переток капитала в другие активы. Возможно, в недвижимость, в золото, серебро, криптовалюты, биткоин и землю. Короче говоря, будет много капитала, который перетекает из национальных валют в другие активы, в том числе из доллара США после запуска цифра доллара. Это просто безумие, как быстро все это происходит. Еще несколько лет назад это было конспирологическими теориями, а сегодня это реальность. Развитие цифровых валют центральных банков вступает в следующую фазу. Многие мировые монетарные власти ищут дополнительные рекомендации, и это стало известно вчера. Это написано в блоге МВФ. Цифровые валюты центральных банков могут улучшить платежные системы, а также финансовую доступность, если их правильно разработать. Опять же, ключевое слово «правильно разработать». В противном случае они могут представлять опасность. Хотя не все страны могут счесть целесообразным использования цифровой валюты центрального банка, многие из них все равно изучают возможности их создания, чтобы иметь возможность ввести их в будущем, когда это станет актуальным. Выгоды от этого со временем будут более или менее очевидны, в зависимости от политики, проводимой странами, реакции частного сектора, а также от развития технологий. В большинстве случаев странам было бы полезно продолжать тщательное изучение ЦВЦБ, отмечает директор-распорядитель МВФ в своем недавнем выступлении в Сингапуре. Багамские острова, Ямайка, Нигерия и, добавлю сюда, Казахстан уже ввели ЦВЦБ. Более чем в 100 странах цифровые валюты находятся на стадии изучения и разработки. Центральные банки Бразилии, Китая, еврозоны, Индии и Великобритании находятся уже на следующих этапах разработки и приблизились вплотную к запуску не только цифровых валют, но и цифровых идентификаторов, которые будут вшиты в цифровой кошелек гражданина. МВФ недавно запустил виртуальный справочник ЦВЦБ, призванный собирать и распространять знания политиков по всему миру и служить основой для взаимодействия стран в процессе создания собственных цифровых валют. МВФ планирует, что это будет живой документ, который будет обновляться и расширяться по мере того, как будет расти объем их знаний и аналитических материалов, а также по мере накопления новых уроков, анализа и опыта, связанных с запуском цифровых валют. Иными словами, у них есть целый учебник, показывающий странам, как правильно реализовать цифровые валюты в жизни людей, граждан и потребителей. Мы смотрим на это и задаемся вопросом, а как это будет происходить? И я думаю, это не произойдет в одночасье и даже не будет происходить в принудительном режиме. Я думаю, что вначале будут создаваться условия, когда люди сами с удовольствием захотят принять государственную помощь. Вот как это произойдет. В США уже есть 82 города, которые выпускают пилотные программы по безусловному базовому доходу, который будет связан с цифровой валютой. Интересно, что в 2021 году было всего 11 таких городов. А значит, спрос растет и растет с каждым годом быстрее. По мере того, как этот спрос будет расти, цифровые валюты центральных банков будут, скорее всего, использоваться в качестве отличного решения всех проблем людей, из-за которых они страдают. И некоторые люди, я полагаю, будут в восторге от этого. Они будут считать, что это удивительное, потрясающее преимущество и будут чувствовать себя вправе получить часть этих бесплатных денег в ЦВЦБ. Но в конце концов я считаю, что ничего не бывает бесплатным. Я думаю, что старая поговорка верна. Если что-то бесплатное, то товар – это ты. Именно это, как мне кажется, очень скоро произойдет. Сумасшедшие времена, правда. И 99% людей об этом даже не знает и не подозревает. Они заняты громкими заголовками в новостях. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова